дня о том, что единственное, кто знает, что произошло сейчас. Ты меня слышишь? Да, вот сейчас слышу. Видим, да. Да, видите меня? Да, 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 видим. Сейчас и видим, и слышим, все в порядке. Сейчас уже можем вывести вас, наверное, в эфир. Друзья, с нами Юрий Табах. А как вообще слышимость? Нормально? Отлично, отлично, отлично. Ты находится во Флориде сейчас? Да. А вот за окном море, солнышко, великолепный пейзаж на фоне невероятно симпатичного мужчины. Привет, Юр. Привет, привет. Как дела? Хорошо, мы уже в эфире? Да, мы уже в эфире. Эти комплименты я раздаю тебе публично. А, ну, Сашенька, я тебя должен поправить. Я не до точности, наоборот, от Кедми и Хайсика. Сатановский, Сатановский. Сатановский. Я до точности прав. Это они до точности, наоборот. Это правильная корректировка. Послушай, Юр, я только что у нас был Илюша Колосов из Беларуси, который рассказывал про весь этот бардак, извини за выражение. Я очень хочу тебя, как у военного человека, спросить, что ты думаешь про поводу этого самолета и как, вот про все этот, про все этот ужас этот, скажи, пожалуйста. Смотри, вот так вот. Один миг и вы в Беларуси. Один миг и вы в Беларуси. Ну да. Всего лишь один миг и вы в Беларуси. Я немножко хочу его, я чуть-чуть услышал там, что он говорил, я не все слышал, но хочу сказать, что когда он сказал, что он посмотрел, что такое терроризм в Викопедии, но Викопедии это не источник, я хочу сказать. Это, ну, я должен прокомментировать, потому что это моя тема, это моя родная тема, я много лет провел в борьбе с терроризмом, и мы никто не можем прийти к какому-то консенсусу, что такое терроризм и кто такие террористы, не только между странами, или там в ООН, или даже в НАТО, мы даже в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, ФБР, Министерство обороны, ЦРУ не могут прийти к одному консенсусу. Кто такие террористы и что такое терроризм? Например, в ООН самая террористическая страна, против которой больше всего резолюций, это Израиль. Вы согласны с этим? Ну да. Ну вот и все, а если согласны, значит у нас консенсус есть. Самая террористическая страна это Израиль, а не Белоруссия, поэтому чего тут дискутировать. Насчет того, что провести расследование и решить, почему самолет не сел в Вильнюсе, а развернулся и полетел обратно, полетел в Белоруссию, в Минск, я могу объяснить это очень быстро. И потом идите докажите, что это не так. Ну во-первых, если подлетает истребитель, миг к тебе и говорит, разворачивайся и лети, куда я тебе говорю, обычно гражданский самолет так и делает. Особенно если много людей на борту гражданских. Это опасно с ними шутить, потому что ему дадут приказы, и он собьет самолет. Он не знает, почему он стреляет. А развернули его, потому что у белорусов была информация, что самолет взорвут над Вильнюсом. Поэтому в Вильнюсе он сесть не мог. Вот и все. Чего вам не нравится? Теперь идите докажите, что это не так, что такой информации у них не было. Никто ничего здесь не докажет. Абсолютная безнаказанность, абсолютная вседозволенность. К сожалению, все это началось 21 января. Почему? Потому что жандарм или начальник жандармерии мировой коррупционер и слабак. И поэтому можно и с Украиной делать что угодно, и чеченцев оттуда репортировать, и войска подкатывать. И в Израиле, и дать Хамасу денег, кучу. И они могут обстреливать Израиль ракетами, купленными в Иране, сделанные в России. Даже не утруждая себя стереть надписи российские на этих корнетах. Поэтому никто никого не наказывает. Разобрались, что в Чехии взорвали склады со снарядами, с патронами россияне. Никого не изгнали, ничего. Наоборот, сняли санкции с северного потока. И уже 4 месяца умоляют Путина все-таки встретиться с Байденом. И вот Путин сделал такой же роки жест Барина и согласился встречаться с Байденом. Байдена. Юр, к тебе два вопроса. Один совершенно безумный, но я его оставлю на втором. Вопрос такой. Не просматривается, с вашей точки зрения, инцидент самолетом, как многоходовка, разработанная Путиным с Лукашенко, к предстоящей встрече Путина с Байденом? Может быть, но все может рассматриваться. Но многоходовка в чем? Что встреча с Байденом, и он попросит у Путина, чтобы Путин попросил у Лукашенко, чтобы отпустили этого парня, или хотя бы его девушку. И он сделает широкий шест и скажет, что без меня проблему вы решить не можете, а вот со мной решили эту проблему. Но это мелочно, потому что Белоруссия никакого геополитической роли не играет. Это такой предаток России, это в принципе Россия. Поэтому не уверен, что это будет какой-то козырь во время разговора с Байденом. Я думаю, они больше будут Украину делить. Я хочу тебе... Ты любишь, когда пишут всякую фигню, пардон за выражение, и говоришь... Ну да, мне скучно. Тебя называют упоротый трампист. Ты табах сделал себе пластику. Зачем? Зачем ты сделал пластику, Юр? Во-первых, я не трампист, а трампольер. Мне это больше нравится. Пластику я сделал, наверное, потому что пластика дешевле, чем металл. Я не знаю, о чем они говорят. Что это значит, если я себе сделал пластику? Это значит пластическая операция, потому что мой комплимент по поводу того, что ты хорошо выглядишь. Ты омолодился. Ты себе тут подтянул лицо, уши, голову. Ну, здорово, значит, это главное, чтобы с меня денег за это не попросили. Да, у меня была один раз пластическая операция, это верно. Это было в молодости. Это было в молодости, да. Послушай, значит, спасибо. Вопрос к тебе такой. Радиовера, на котором вы сейчас присутствуете, вы порядочный человек. Неужели вы не знаете, что они получают деньги от Путина, потому что совладелец радиовера Дмитрий Щеглик имеет бизнес в России и вести себя по-другому не может. Как вы оцениваете, как вы можете быть на этом радио, если они, ну, путинские, ну, Путина на зарплате, скажем так? Спасибо за этот вопрос. Я очень благодарен слушателю или зрителю за это. Сашенька, я хотел с тобой на эту тему как раз поговорить. Ты ведь обещала, что я буду в доле. Где моя доля? Ну, я думаю, что, будем считать, что я свое обещание не выполнила. Не выполняешь, не выполняешь свое обещание. И ты, как видишь, народ надурить нельзя. Они все понимают и все видят. Пожалуйста, расплатись со мной. Как, ну да, у молодых девушек, Юра, это бывает. Я, Денис, мы, у тебя, я знаю, есть что спросить, или есть телефонные звонки, если есть, давай. Нет, телефонных звонков нет, но вот я хотел бы спросить, Юрия, о его состоявшейся беседе с сыном Бендеры. Племянником, племянником. Племянником, я прошу прощения, да, с племянником Бендерой. Для многих Бендера такая, ну, неоднозначная, неординарная личность. Вот насколько легко, во-первых, было договориться на эту встречу. И вот как вы сами оцениваете, насколько она прошла, насколько был искренен этот самый племянник Бендера? Ну, я племянника знаю уже много лет. И я, когда я с ним познакомился, у меня у самого дух немного перехватило. О, боже мой, это же племянник самого большого антисемита и фашистского пособника и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, вся советская пропаганда у меня всплыла в моем маленьком военном мозге. Но я уже много лет его знаю. Это прекраснейший души человек, очень скромный, очень умный, очень интеллигентный. Он поддерживает Израиль, он поддерживает дружбу и солидарность между украинцами и евреями. Он рассказывал мне часто, как его дедушка ему рассказывал, его отец рассказывали разные истории. Одна из них это то, что в ГУЛАГе сионисты и бендеровцы были сплоченные, потому что у них идея была одинаковая. У них были цели одинаковые. И поэтому ценности одинаковые, понятия одинаковые. Я, было очень сложно этого человека уговорить, чтобы он со мной поговорил публично. Он, во-первых, совершенно не публичный человек. А во-вторых, вы понимаете, что с таким спором и с таким именем этим людям и семье приходится все время что-то объяснять, чего-то извиняться, чего-то пытаться. Поэтому они предпочитают сидеть тихо и, знаете, сами там живите себе, думайте, что хотите. Все равно несколько пчел, свор и мух не докажут, что мед лучше говна. Поэтому ты в какой-то момент перестаешь доказывать что-то и все такое. Он понимал, что каждый раз, когда его семья пыталась что-то рассказать, что-то их подставляли или шло вранье. И было много заинтересованности советских, а сегодня и российских спецслужб, чтобы продолжать вот эту дискредитацию, вносить раскол между играть на этом очень болезненной национальном вопросе между евреями и украинцами. Но я ему пообещал, что мы не будем говорить про его дядю, мы будем говорить про моего друга Марко Бендера, как он вырос, как он жил, какое его видение в будущее, что у нас в стране происходит, что происходит в Израиле, отношения между Россией и сегодняшним дне, а не прошлым. Конечно, не обошлось без того, что мы должны были поговорить о его дяде и о его видении в таком случае. Для меня всегда интересно с ним говорить, потому что он просто хороший и интересный человек, скромный человек. Он рассказывал о своей семье, конечно, и как он вырос, но он американец, он родился в Америке. Он говорит по-украински так, что я вообще ни одного слова не понимаю, а он не понимает, что я говорю по-русски. Поэтому передача на английском языке, но с русскими субтитрами. Кто хочет, пожалуйста, посмотрите. Я считаю, что это интересно и необычно. Но это не первый случай в моей жизни. У меня еще был случай в жизни, когда я был командиром, приехала инспекция по финансам. Это такая недоточная, такие очкарики, эти бухгалтеры, они въедаются в каждую копейку, они пересчитывают это в этом столбике, а то в том столбике. И командиры обычно нервничают, потому что мы не понимаем этих финансовых дел. И наши финансисты, и у меня, слава богу, был прекрасный финансист, который мне говорил, командир, не волнуйся, у нас все в порядке. Я тебе зуб даю, все в порядке. И, конечно, когда все это закончилось, парень, который был самый дотошный, которого я хотел застрелить на месте, который меня бесил всеми своими вопросами, все время ходил, вынюхивал что-то, выискивал чего-то. Его фамилия была Ахман, и когда закончилась инспекция, он мне поставил пятерку. Ну, отлично, что у нас все в порядке. Я такой вздохнул, говорю, ну хорошо. А он говорит, вообще-то, когда я кому-то ставлю пятерку, меня берут в офицерский клуб, потому что я люблю посмотреть на офицеров, и мне это нравится, и покупают мне пиво. Я говорю, ну пошли. Я ему купил пиво, одно пиво, второе пиво, третье пиво. И я ему говорю, слушай, у меня к тебе вопрос. Он говорит, он даже не дослушал простой вопрос, он говорит, да, это мой дядя, Айхман был мой дядя. Кстати, его отец, Айхман отец, тоже был бухгалтер, поэтому, видимо, это семейное. И да и сам Айхман был дотошный такой, вот этих сюда, этих туда, этих в печь, этих наработают, он делал все это по-бухгалтерски. И я его спросил, он говорит, мы никто его не знали. Мой отец его был братом, но он его тоже редко, они выросли как бы вместе, но разница в возрасте была, и так близко он не знал. Но знали его как хорошего человека, как доброго, тихого пухгалтер такой, приносил конфетки детям там, долго на семейных торжествах не был, он был всегда занят, он был всегда такой не очень разговорчивый, не очень доступный. Он говорит, это все, что я про него знаю от семьи, а так, остальное я знаю то же самое, что и ты из фильмов и из истории. Вот тоже была такая, у меня такая встреча, но Бендера, конечно, был не Айхман. И Степан Бендера был не Айхман был патриотом, националистом, который мечтал о свободной и независимой Украине. Ну и на него, конечно, повесили разные грехи, там и Мельника, и всех остальных, которые там творили чудеса. А сам, то он до 1944 года сам был в концлагере, и его брат погиб в концлагере, еще один брат. Поэтому, да, это не все, как советская власть рассказывала про этого человека, но его боялись, потому что до 50-х годов, до еще середины 50-х годов он еще командовал, и его идеология продолжалась в Украине. И сегодня мы знаем, что в Украине чествует Степана Бендеру, как одного из таких борцов за независимость Украины. Конечно, вот еще раз про терроризм, например. Некоторые считают его террористом, некоторые считают его убийцей, некоторые коллаборантом с немцами, что вообще-то глупо, потому что он не был коллаборантом, он у них сидел в концлагере. А некоторые его считают человеком, который борец за независимость, борец за свободу, партизан, революционер. Каждый видит по-своему. Спасибо, спасибо, Юрий. Ну, конечно, не можем мы не поговорить с вами на тему Израиля, того, что там происходит или происходило, происходит и сейчас, потому что за вот это время у нас было достаточно много разных гостей в эфире, и каждый высказывал совершенно различные точки зрения. Вот хотелось бы послушать именно вашу точку зрения, как вы видите ситуацию в Израиле, ситуацию с Хамас в первую очередь, естественно, как вот, ну, скажем так, все-таки глазами военного человека. А самый главный военный, лучший разведчик мира, Яша Кедми, уже выступал? Уже выступал. Генерал, генерал Кедми, да, выступал. Уже выступал, да, выступал. Надо послушать, нет, да, слушалки, ну, да. Смотри, тут ничего сложного нету. Все это начинается, опять же, с четыре года было спокойно. Трамп уговорили, что он начнет войну с Северной Кореей, потом, что начнется война с Ираном, потому что убили Салемани, главного террориста, потом сказали, что перенос посольства в Иерусалим начнется война, но ничего не было, наоборот, процветал мир, и подписаны были много договоров с арабскими странами, влиятельными с арабскими странами, с Израилем. И все было довольно-таки тихо, потому что Трамп ясно сказал палестинцам, что у вас есть свое государство, какая разница, что у вас повесят над газой. Вы там живете, оно не оккупированная территория, и денег я вам больше не дам, потому что эти деньги идут на террористические акты. Вы не строите дороги, вы не строите канализации, вы не строите школы, больницы, ничего вы с этими деньгами не делаете, как это. Другие страны смотрели на это, и тоже подражают Америке, Америка же такой флагман. Стали тоже переносить свои посольства в Иерусалим, все было тихо, тоже перестали давать деньги коррумпированной системе палестинской автономии, которая оказывается у Хамаса и у Хазбаллы. А Иран там участник, Иран тоже был отрезан Америкой и санкционирован, денег не было. Но когда пришел Байден со своей сворой, все, что сделал Трамп, надо было уничтожить, хорошее или плохое. Все, что сделал Обама, вернуть еще больше, чем даже он сделал. Дали денег палестинской автономии, они эти деньги потратили Ирану, которому нужны деньги. Иран взял у России корнеты и другие ракеты и схемы, закупили это все, снабдили и стали бить по Израилю при первом же экскьюзе, при первой же возможности. Им дал зеленый свет. Израильтяне разбомбили и уничтожили штабы, опорные пункты, туннели, убили много хамасовцев. Но Байден опять говорит, что он даст еще больше денег, чтобы восстановить это. Зачем это восстанавливать? Зачем эти здания восстанавливать, если их опять там будут сидеть хамасовцы, там будут они подставлять свое гражданское население, израильтяне опять будут бомбить. Этот заколдованный круг смог разорвать только Трамп, а Байден его восстановил обратно. Что вы хотите ожидать? За что боролись, на то и напоролись. Все вернулось так, как и было. И Израиль опять будет воевать с этими. То, что я не знаю, что говорили до этого ваши экспорты, включая великого разведчика, генерала Яшу Кедми, наверняка он говорил это потому, что, наверняка я не знаю, вот я всевидящий, я чувствую, что он говорил, что это потому, что Аббас должен был переизбираться, это потому, что Натаньяху хочет остаться у власти. Аббасу не надо никакой войны, чтобы переизбраться, там все куплено, все скоррумпировано. Он переизберется, есть война или нет войны. Им нужны деньги. И когда идут разрушения и убийства палестинцев, самими же палестинцами, самими же Хамасом, которые подставляют свое гражданское население под удар, им чем больше денег они получат, они торгуют жизнями своих детей. И ему не нужно ничего другого для того, чтобы переизбраться. А то, что вот Натаньяху, ему тоже эта война не нужна, потому что на него начинается международное давление. Палестина получает свои деньги. Опять в ООН начнут санкционировать Израиль. Это ему тоже не на руку. Я не вижу это так, чтобы так лидеры себя вели. У него и так полно проблем у Натаньяху. И это делается, я думаю, по многим причинам. Одна из таких причин, как насчет ковида. Израиль у нас была первая страна, которая победила ковид. Только они сняли все, отменили все ограничения ковида. И у нас это начинается. Потому что все, мы уже не думаем, откуда ковид пришел, кто его создал, почему мы все заразились, почему он не был сразу остановлен в Китае. Кто за это, за все расплачиваться будет, за все эти вакцины, за все эти маски, за все остальное. Все, мы забыли про это. Поэтому это прекрасная идея. Иран, у нас наш северный поток с Канады в Америку закрыл. Трамп, Байден, тысячи людей потеряли работу. Горючее стало дороже. Нефть пошла вверх больше, чем в два раза. У России закупается оружие. На Ближнем Востоке бардак, нефть идет вверх. Венезуэла, Иран, Россия становятся с колен. А Китай стоит в стороне и радуется, и аплодирует всему этому. Потому что про него как раз забыли. А только у него экономика и растет. Вот и все. Ничего тут не надо быть гением или каким-то экспортом или еще кем-то. Юрий, а вот я хотел спросить. У нас есть телефонный звонок, но буквально короткий вопрос. Я не буду называть имя гостя. Вот согласны ли вы с точки зрения военного, опять же, человека с таким мнением о том, что необходимо Израилю захватывать территории Палестины и удерживать их, несмотря на, скажем так, любые потуги мирового сообщества, как-то осудить в этом отношении Израиль. То есть занимать более четкую позицию. То есть отвоевывать территории и больше их не отдавать. Вот вы с точки зрения военного человека, как можете на это посмотреть? А почему ты не хочешь говорить, кто это сказал? Ну, это Евгений Иванович Сатановский это сказал. Его мнение специально. Мне нравится. А он пойдет, а он сам пойдет, возьмет. Ну, сейчас-то я думаю, что нет, конечно. А детей своих пошлет? Или он хочет, чтобы я своих послал отвоевывать территории? Да, да. Да, понятно. Но эти люди говорят вещи, которые сами никогда они не сделают. И понятия об этом никакого не имеют. Завоевывать территории сегодня не работает. Территории не нужны. Сегодня мы завоевываем вещи, или завоевываем мир высокими технологиями. То, что и делает Израиль. Сегодня мы завоевываем прогрессом, лекарством, компьютерами, беспилотниками. Такими вещами. А территория, она тебе ничего не дает, кроме того, что хорошо, завоевал Израиль какую-то территорию. Потерял тысячу солдат на это. Потерял миллиарды долларов на это. Дальше, что он с этой территорией будет делать? Как он будет там с этими людьми обращаться? Как на восточном берегу Иордании? Или как это было в Газе? Давать им воду, давать им электричество, кормить их, посылать туда лекарства. И они будут дармоедами, с чем они и находятся сейчас. А так еще больше будет. Надо же иметь какой-то план, помимо того, что вы захватываете это военным способом. Что дальше с этим делать? А потом никто, конечно, мировое общество будет против того, да и израильское общество будет против того, что если нету никакой провокации, идти и завоевывать какую-то территорию. Израиль не существует для того, чтобы завоевывать территорию земли. Израиль существует для того, чтобы защитить свою землю и продвигаться экономически, продвигаться по уровню жизни и быть одной из богатейших стран, в которой она сейчас и находится. И заключать мир с другими арабскими странами, что и происходило при Трампе. А просто так тупо идти в лобовую атаку, чтобы захватить какую-то территорию, чтобы кого-то проучить, так в истории никогда не работало и не будет работать. Поэтому, господин Становский, покажите пример. Возьмите оружие в руки или пошлите своих детей на такую войну. Я скажу словами великого дипломата Ларионова. Дебилы. Лаврова, наверное. Наверное, все-таки Ларионова. У нас... Ларионова министра иностранных дел России. Лаврова. Лаврова, пардон. Лаврова, который сказал, дебилы, потом пипи. Совершенно верно. Доброе утро, Уфири. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Меня зовут Ваня. Юрий, у меня к вам два вопроса коротких. Вы сказали, что иранские ракеты в секторе газа. А вот интересно, каким образом они туда могли попасть? Если Египет дружеский, а остальное все охраняет Израиль. И в аду, и сухопрестную границу. И еще такой вот дополнительный к этому вопрос. Здесь парень выступал, еврей. Ну, хороший парень. И вот, что вы обвиняете Байдена, когда ракеты все были построены при Трампе. Вот. И второй вопрос у меня. Почему вот эту ракету не смогли сбить, которая была с севера направлена в сторону ядерного реактора? Она 6 минут пролетела. Старая древняя ракета, 50 лет назад придуманная. И ее не смогли сбить ПРО, которая, ну, насыщена больше всех на земле. Вот это этими системами. Израильская земля. Что это было? Это была С-200 или это была иранская ракета, которая запустила Физбала? Спасибо, спасибо. Спасибо. Мне нравится, Юрий, когда комментарии Вани. Еврей, но хороший парень. Странно, да. Я тоже никогда не встречал. Вань, вы хоть сказали его имя, фамилию. Я бы познакомился и сказал хороший парень. Еврей. Вообще это редко. Ну, я никогда не встречал хорошего парня еврея. Да, да. Как ракеты попали на территорию, как они попали к Газбулле, в Газу, разными способами можно попасть. Наверное, самый популярный способ, это то, что они попадают туда по частям через гуманитарную помощь. И уже специалистами из Ирана или обученными хамасовцами Ираном они собираются. Они собираются, но дело все в том, что они так собираются, что они даже себя не утруждают стереть надписи на русском языке, что это производство России. А через гуманитарную помощь они туда могут попасть. И многие ракеты делаются из частей. Сами хамасовцы, обученные Ираном и, может быть, другими странами тоже, специалистами, как их собрать по-разному. Поэтому там ракеты, они разные. Есть элементарные, есть которые более сложные. Есть российские корнеты, которые как раз Россия должна контролировать по договорам. Например, мы дали джувелины Украине. Я уверен, что каждый месяц появляется там наш военный и пересчитывает их, и смотрит, где они. А если одной нет, то тащите сюда танк, который этим джувелином подбили. Чтобы мы убедились, что они не попали в чужие руки. Вот если вы хотите послушать мою передачу про Бенгази и Клинтон, каким образом все это произошло. Это произошло потому, что какие-то наши ракеты некоторые, стынгеры, оказались у террористов, у ИГИЛа. И они сбили наш вертолет с нашими морскими котиками. Но они не знали, как им пользоваться, поэтому ракета влетела, но вертолет не сбил. И когда они приземлились, наши морские котики говорят, подождите, это наша ракета, кто по нам стрелял. И началось выяснение, как они попали туда, потому что не было контроля над этим. Второй вопрос, по-моему, был, что я обвиняю Байдена, а ракеты были сделаны при Трампе. Это был такой комментарий, а вопрос был, почему так долго ракета пролетела там? А, почему она пролетела так? Потому что железный купол, то есть немного модернизированная система наших патриотов, она не стопроцентная. Она не стопроцентная, и некоторые ракеты пролетают. И очень часто это так бывает, что элементарное или тупое какое-то оружие, оно пролетает, потому что его не видят. Потому что оно летит или низко, или траектория не такая, о которой мы знаем. Я не ракетчик, честно вам сказать, не могу это комментировать. Но когда идет стрельба или война, человек может погибнуть по-разному. Он выстрелил, говорят, как он мог погибнуть от своей же пули, да? Он выстрелил, а она влетела в него. Вот если так подумать, возможно такое? Возможно, были и такие случаи, потому что она рикошетом ударила обратно по нему. И разное случается с ракетами. У меня был случай, когда я стоял на корабле, и мы запустили ракету как показатель, а потом началась тревога. И я не понял, в чем я спросил, а в чем случилось. Они говорят, она развернулась и летит обратно на наш корабль. А как это? Они говорят, ничего страшного. Сейчас она сама взорвется, или мы его из Гатлингана расстреляем. Но она сама взорвалась, я ее уже не видел. Но ощущение было не очень приятное. Разное во время войны, или во время боя, или во время того, что взрывается и стреляет, случится может все угодно. Поэтому, конечно же, айрондом или железный купол, он не стопроцентный. Он пропускает. У них есть ошибки, есть осечки. Юр, я хочу тебя спросить. Наш коллега Павел Мушинский из Филадельфии спрашивает тебя. Юрий, как армия Соединенных Штатов относится к Байдену сейчас, особенно после письма генерала в отставке по поводу психического здоровья Байдена? Ну, я не знаю, я сейчас не нахожусь в действительных войсках, но я знаю, что многие отставные офицеры, многие отставные карьерные военные недовольны, потому что, да, главнокомандующий должен в первую очередь быть умственно заточен. Он должен принимать непопулярные и тяжелые решения, потому что мы будем первые на линии огня. И если он будет замедленным или заторможенным, или не сможет принять решение, мы можем погибнуть, или погибнет много населения, которое гражданское, невиновное, потому что наш главнокомандующий не смог принять решение вовремя, или не смог принять правильного решения, или была какая-то заторможенность, потому что то решение, которое он принял, командиры генерала и адмирала внизу не могли его понять, не поняли, что он и зачем он это делает. Поэтому, да, конечно, я думаю, что настроение у нас в вооруженных силах упадочное, когда оно было огромное при Трампе. Ну, я, например, вот расскажу, что случилось недавно. Казалось бы, это никакого, такого сильного не должно иметь. Когда у нас есть четыре военных училища. Сухопутное, морское, авиационное и училище береговой охраны. Училище береговой охраны не относится к Министерству обороны, она относится к Министерству транспорта, но там все абсолютно по-военному. И зарплаты, и звания, и выслуга лет, все точно сам по-военному. Но есть такая небольшая, как бы они, как бы маленький военно-морской флот, маленький береговой, у них нет больших кораблей, у них нет ракет, и всегда идет такая конкуренция между нами. Так вот, президент Регин, когда выступал, и когда у них идет выпускной день, когда выпускаются офицеры и становятся офицерами, обычно приезжает в одну из таких академий президент, вице-президент, и они выступают там и взводят курсантов уже в офицерские звания. Так когда Регин был, он один год поехал вот в училище береговой охраны, и он сказал такую вещь. Он сказал, что очень важно, офицеры и вообще береговая охрана, Coast Guards называется, очень важно, потому что это нюклеис, это нюклеис всего флота американского. Ну и эти ребята, конечно, вскочили, хлопали, смеялись, потому что он так сказал, как бы, во, они оказываются атом, атом нюклеис всего военно-морского флота, потому что они все-таки маленькая служба, а военно-морской флот у нас огромный. Ну, я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Вот в этом году поехал Байден, и он повторил то же самое. Он, в принципе, спер то, что сказал Регин, и повторил слово в слово. Понятное дело, что он не знал, это ему кто-то написал из его помощников. И все курсанты сидят, они-то знают, что Регин тогда сказал, это же легенда. Они все сидят и говорят, не хлопают, не вскочили, потому что при Регине они все вскочили, стали хлопать, смеяться. А тут они сидят и говорят, что это он сказал только что, повторил, что Регин сказал 20 лет, 30 лет тому назад. И они не захлопали, и он так замешан, и он говорит, а что у вас с вами такое, неужели вы там, что это у вас, какой-то не смешной класс выпускной. Они говорят, ха-ха-ха, ничего смешного нет. А потом он еще, поэтому это показывает, что не только он не проверяет информацию, которую он ведет, а он говорит с одними из самых умнейших элиты нашей страны, эти курсанты, которые становятся офицерами. Он также окружен теми, которые в школе списывали, те, которые сами ничего придумать не могут, они могут только спереть, они коррумпированы. Ну и потом, конечно, он процитировал Мао Цзэдуна в академии, в училище в этом. Ребята же знают, что Мао Цзэдун это сказал. И опять никакой реакции. А он не знает, что он то, он не знает, ему это подсунули его помощники. Вот какими людьми он окружен. Поэтому, конечно, офицеры теряют, и командиры теряют доверие к такому командиру. Командиру, в первую очередь, должно быть доверие и уважение, что то решение, которое он примет, это будет правильным решением. А тут получается, что у нас главнокомандующий вообще не в себе. У него антенна, не все каналы ловят. Ну да. Юр, спасибо большое. Вопрос у меня к себе такой. Вот ты сказал, что когда начались военные действия в Израиле, вот то, что было сейчас, люди, и я слышала это, люди забыли о вакцине, о ковиде, и у них уже было в голове только одно, как они бежали в бомбоубежище, чтобы спасать своих детей, внуков, не означает ли это, что история с вакциной, то, что происходит сейчас, все это надуманная ситуация, на самом деле, ничего серьезного в этом нет, как и, если это так, я не знаю, я спрашиваю тебя, твое мнение. Ну, я, я не вирусолог, и я точно не конспиролог. вот это вот как раз к вашим другим, которые до точности наоборот, вопрос, они всевидящие, они всю конспирологию знают, они вдоль, видимо, там, не знаю, и я могу только сказать одно, что я знаю людей, которые пострадали от ковида, я знаю людей, которые умерли от ковида, я сам переболел ковидом, это малоприятная вещь, я вакцинировался файзером, компанией файзер, потому что, но, как-то я спросил своего друга врача, когда этот ковид уже чертов закончится, он сказал, я не знаю, я врач, я не политик, конечно, ковид был использован в политических целях, политизирован по максимуму, и даже против Трампа в основном, но я вакцинировался, я считаю, что да, надо вакцинироваться, понимаю ли я в этом что-то? Нет, я сделал этот вывод только потому, что файзер изобрел Виагру, и я решил, что если они могут воскресить и поднять мертвого, то здорового они тоже как-то спасут. Я поняла, скажи, пожалуйста, как во Флориде сейчас живут люди? Мучаются, мучаются, тебе показать эти мучения, мучения, унижения. То есть пляж, солнце, море и удовольствие? Пляж, солнце, море, удовольствие. Был большой у нас митинг здесь, большая демонстрация в поддержку Израиля, но к моему огромному сожалению не так много людей пришло. Некоторые говорят много, но для Майами это тысяча людей может быть было. Может быть, две тысячи. А в основном это были израильтяне, христиане и русскоязычные евреи. У нас не так много времени. Саш, если ты позволишь, я вот, ну опять же, очень много вопросов, связанных с Украиной. Хорошо. Я хочу спросить как раз Юрия относительно пресс-конференции Владимира Зеленского. Вот честно сказать, я мало, что о ней знаю, но они очень много говорили, писали, обсуждали. Вот если можно, ваше видение этой самой пресс-конференции, вот как бы то, что вы бы, скажем так, ну рассказали своему знакомому, да, что это было и почему такой ажиотаж возник? Я не знаю, я не могу ответить, потому что я не слышал пресс-конференцию Владимира Зеленского, но Украина страна уникальная, я считаю, необыкновенная, часто сравнивая с Израилем, поэтому, что бы ты Зеленский не сказал, да или вообще, кто чего бы в Украине не сказал, критики будет море, куча, хороший и плохой, поэтому, ну я ничего не могу сказать, потому что я не слышал юбилейскую конференцию, я знаю, что сейчас в Украине довольно-таки сильно люди переживают о встрече Байдена с Путиным, о чем они будут договариваться там, понятно, потому что эту встречу организовывают, это беспрецедентно, эту встречу организовывают дни министры иностранных дел, госдепа, а советники по безопасности, что они будут там обсуждать насчет безопасности, но понятное дело, что будет обсуждаться Украина без Украины, и как они ее, наверное, будут делить, и поэтому многие украинцы сегодня нервничают по этому поводу, ну и там много всего тоже внутренних проблем в Украине, которые сегодня происходят. Ну вот вопрос тебе, Юр, такой, ваше мнение, Юрий, о предстоящей встрече Байдена и Путина 16 июня в Женеве, какие интересы для обеих сторон будут обсуждаться и не будет ли напряжения из-за того, что один назвал другого убийцей или он даже сам не понял, что он сказал? Я думаю, что, во-первых, он не понял, что это была подстава журналиста, они его подставили. Потом, почему подставили? Потому что, ну понятно, что так президенты не разговаривают. Но это любого президента можно назвать убийцей или обвинить его в этом, включая Клинтона, включая Буша, включая Натаньяху. Любого президента можно обвинить, что он убийца по разным причинам. И дело все в том, что это был непрямой эфир. И они могли понять, или Белый дом мог дать знать, слушайте, вырежьте это, это неправильно, вы его подставили, он согласился с тем, что он не должен был слышать. Но они это не вырезали, они это выставили все. Но я думаю, что какая разница, как он его назвал, но в том же предложении сказал, что продолжит договор о ракетах среднего и ближней дальности. То есть, сохраняет миллиарды долларов для России. Сразу же снял санкции с северного потока. Миллиарды долларов для России. Стал приглашать его везде, на все саммиты, на все конференции. То, что Путин и просил, и хотел. Сидеть за столом со всеми большими игроками. И так далее, и так далее. Многое, многое. развернул эсминцы и увел из Черного моря, когда Россия скапливала свои войска на границах с Украиной. Много чего он такого сделал. Говорит, да, 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 мы против северного потока, но северный поток санкций снимает, а наш северный поток с Канадой закрывает, у нас теряет, и нефть поднимается в высоту. Кто-то как-то сказал, да, называй меня как хочешь, нет, называй меня как, как-то оно, как стихо, называй меня как хочешь, только в печень ложи, не клади. Поэтому я думаю, что Байден уже расплатился за свои слова с Путиным в тысячу раз. Юр, какие с твоей точки зрения перспективы сегодня для того, чтобы мир успокоился? Я имею в виду и пандемию, я знаю, что ты не Павел Глоба, что ты не гадалка и не предсказатель, но тем не менее твои ощущения человека достаточно опытного. Когда закончится весь этот балаган, в котором мы живем сегодня? Никогда. Спасибо, Юрий Тап. Я хочу сказать, что, конечно же, всегда мир это люди, мы все люди, мы все спорим, мы все ссоримся, меримся, любим, убиваем друг друга. Так мир устроен. Но так же мир устроен, что есть глава семьи, есть начальник ЖЭКа, есть президент страны и так же есть мировые лидеры. Так сложилось сегодня, что пока мировой лидер это президент Соединенных Штатов Америки, мировой жандарм это Соединенные Штаты Америки. Если в Америке слабый лидер, слабый, а более того, еще и коррумпированный лидер, то, конечно, будет беспредел твориться в Соединенных Штатов в мире. Когда пришел Обама к власти, очень быстро было определено на примере Грузии, что после Грузии он все равно послал Клинтон с этой кнопкой перезагрузки. Обама давал Путину, развязал ему руки, пытался ублажать всех, Северную Корею, Китай, арабские страны, приходил, клавился им всем, и в мире был бардак, было развязано больше войн, чем когда-либо в другое время. Все вот эти вот тираны начали воевать, убивать своих же людей и творить чудеса, потому что был слабый лидер. Пришел сильный лидер Трамп и сказал, бомбахнул сразу же ИГИЛ, сразу же НАТО поставил перед фактом, что вы или будете воевать, или нафиг вы не нужны, я вам денег давать не буду, и они стали организовываться. Сразу же послал ООН к чертовой матери, перестал давать денег Хамасу, всем остальным, стал мир на Ближнем Востоке и так далее, и так далее. Могу перечислить до бесконечности. Приходит еще слабее лидер, чем Обама, приводит ту же обамовскую команду, все, что создал Трамп, хорошее, плохое, разрушать, все, что делал Обама, за что он получил Нобелевскую премию за мир, что все воины разлить, началось опять то же самое, начались войны, начались эти тираны, подняли голову, Россия встает с колен, Иран получил деньги, Айтолос начали опять кричать смерть Израилю, смерть Америки, и мы обратно там, где мы были четыре года тому назад. Юр, спасибо большое, я так рада, что ты не видишь, я не видишь этот чат, потому что, если бы ты видел, что они там пишут, тут ли даже диплом твой пытаются проверить, действительно ли ты военный человек, или ты купил его где-то на Молдаванке. Я вам скажу, что более того, у меня даже есть диплом в аптекаре, я специализировался в ядах. Ну да, понятно, спасибо тебе большое. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, удачи и всего самого доброго, до следующего раза, пока. Друзья, Юрий Табах, Юрий Табах был с нами на связи, ну а время наше уже тепло, поэтому довольно... Да-да, я только успею сказать завтра-завтра доктор Дмитрий Хиглик и Леон Челадин, который живет в Ванкувере, мальчик, который вырос в Канаде и приехал когда-то, родился в Симферополе или нет, родился в Израиле, выясним завтра. Сегодня один из руководителей крупной компании Nissan Infinity дилершоп в Ричмонде, завтра он наш гость и Дмитрий Хиглик, основатель радио Вера, доктор, завтра все вопросы к ним. Спасибо. Всем хорошего настроения, всем, друзья, пока. А 84 минуты в Ванкувере, друзья. Итак, доброе утро всем, 8 часов и 3 минуты, это радио Вера на 90. Радио Вера переживает особый период своей жизни. Теперь нас можно не только слушать каждое утро с 8 до 10 утра на 96,1 FM, но и даже посмотреть, увидеть все, что происходит в этой удивительной, комфортабельной студии. Пять раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96,1 FM в Ванкувере или на сайте verakenada.fm